Егейминг Бэтс 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 На китах. Мир, по-моему, не заметил. Здесь он Снэпи. В общем, пока информации никакой не имеется. У игроков атаки, хотя это никак и не поможет, видимо. Ну что, 15 секунд до взрыва. Снэпи, ну что, заберет или нет? Не добил Чопора. Очень мало было ХП у датчанина. Но надо было все-таки рассчитывать на хедшот. Ну и пока 3-0 по пистолеткам, дамы и господа. Вега показывает, что к этим раундам они относятся очень серьезно. И, кстати, они без доли хорошего АИМа. В плане именно пистолетной стрельбы, которая неоднократно помогала. Мы помним и в первой пистолетке оверпасса замес в районе коннектора болота. И здесь тоже за счет как раз хорошего АИМа, Чопера, например, и Мира, который сделал N3Q. Ребята смогли выйти вперед сразу же. Ну, 3 пистолетки из 3. Великолепная статистика для Веги. Посмотрим, смогут ли они удержать настолько высокий качественный темп игры. В закупе 3 автомата, 2 UMP-шечки. По другую сторону баррикад. Кстати, упор сделан именно на ЦЗ у команды Героев. То есть мы помним, как тот же ТАСС на мейджоре с ЦЗшкой творил чудеса. Кстати, не так давно на ХЛТВ появилась интересная статистика. О ней поговорим чуть позже, наверное, потому что у Валда тут будет любопытная приемка. Правда, с ней он не справляется абсолютно никаким образом. Он отлетает очень быстро. Но пока уже его тиммейты стягиваются под бпоинт частично. Хотя Вега все еще занимается скорее растягиванием своих оппонентов по различным позициям. Юги стал на рампы, поменялись местами с Моди. Эти парни, причем довольно интересный факт, Моди со скаутом, несмотря на то, что мейн снайпер у них Юги. Зачастую мы видим именно такое распределение ролей, что игрок, который зачастую играет на АВП, редко берет скаут. И наоборот, в тот же Моди, Рифлер команды предпочитает такой мобильный быстрый девайс. Ну, а пока у нас затишье, давайте я все-таки озвучу статистику. В общем, ХЛТВ выпустила инфу о том, как часто выигрывает команда матчей, если она взяла 2 из 2 пистолеток. На карте... 60-70. Ну, вот на карте Нюк статистика состоит 13 к 6, в общем. Ну, то есть, грубо говоря, чуть больше, чем в 2 раза. Очень интересная информация. На разных картах она, между прочим, по-разному обстоит. Допа, в принципе, не предвидится, но это по итогу крупных ивентов. ХЛТВ вывели. Так что, вот, можно уже какие-то определенные предикшены еще за счет этого делать. Ну, тут и онлайн, и все-таки еще мы не видели вторую пистолетку на карте ДНюк. Пока что бомба устанавливается. Команда из Дании, кстати, потрепала атаку. Атаку. Ситуация 2 в 3. Нет дефьюз китов. Это немного должно обезопасить на самом-то деле террористов. Но вот Ника с инфой по кеше. Но, к сожалению, для него под таким углом сделать минус нереально. Да, то же самое звено остается сейвить, кстати. Ника и Снэпи попытаются уже остаться. На этот раз при Калаше и 5-7. Ну, и снова им попытаются этого не дать сделать, наверное, Вега. Хотя идут в этот раз они уже не туда, куда следовало бы. Просто вижу на карте, где стоит Ника и понимаю, что сейв будет уже 100%. Да, там уже чисто физически в Терри спаун добежать нереально было. Команде Вега начало пока дефолтное. 2-0. Попытка будет отыграть от одного Калаша и 5-7. У команды Героик. Возможно, это будет какое-то парное взаимодействие, агрессия. Ну, и это довольно понятное решение. Должно читаться, безусловно, Вегой. Я думаю, да, тут сюрпризов не предвидится. Главная задача будет найти тот самый Калаш, понять, где он отыгрывает. И либо уничтожить сразу, либо попытаться проигнорировать. Тут два варианта разыгровки. Но, в целом, все зависит, конечно, от ситуации на карте. Не скупятся на прокидке в рамках третьего раунда. Игроки атаки забросали стопроцентной стенкой сейчас улицу. На приеме снова Вальдемар Бьерн. И вновь его контроллер. Как же красиво. Худжи четко осознавал, что где-то в упоре может находиться у него соперник. И прямо на префайре вывалился на него. И снова не оставил у Вальда ни малейшего шанса. Тот, наверное, уже бросит идею принимать вплотную на выход вниз. Ну, у него девайса особо не было. ЦЗ в упоре может вполне наролять на самом деле. Как-то он даже стрелять из своего ЦЗ не начал в прошлом раунде. Ну, вновь по тому же сценарию разворачиваются события третьего раунда. Что и предыдущего. Энтри Келл на спуске. Оборона как-то вот и не туда, и не сюда. Снапи вообще тиммейта поджал на винте. Ну, Снапи хотел прочекать. Но он увидел оппонента и не рискнул уже дальше против него воевать. Понимая, что в паре с тиммейтом разыграть подобный эпизод не получится. Уж больно мало пространства у него для подобных маневров. Мир, кстати, проходит сейчас по внешней стороне девяти. И, возможно, тут где-то кого-то в спину-то накажет. А в целом-то 33 секунды времени осталось. И пора бы уже на один из пунктов выходить. Будет это верхний, скорее всего. Да, на точку А собираются здесь выходить вега. При этом со всех сторон прямо сразу. И никого, к своему удивлению, тут они не встретят. Что же, Нико так и не показал свой автомат Калашникова. Наконец-то его находят. Ну, по-моему, этот парень уже уходит на сейв. Знаю я, куда он пойдет с этим Калашом. Тут уже никаких шансов нет на выбивание. Все-таки два автомата будут сейвить. Снайпи также с АК пытаются зачекать, закрыть, я бы даже так сказал, выход из-под мейна. Моди Юспик прикрывает тиммейтов. Ну и начало все-таки со счета 3-0. У нас будет на карте Денюк. И вот-вот появятся полноценные девайсы у героек. И они будут чувствовать себя поувереннее на оборонительных редутах. Ой-ой-ой, Чоппер наказал первый девайс. Нашел еще одного оппонента. Но тот был уже без огнестрела на руках серьезного. В общем-то, это, наверное, просто экономика уже бонусная для Чоппера, который, увы, погибает в этом раунде по итогу за счет того, что много дамагов себя получил. Но зато Нико. Нико живет. И его статистика 2-1. Только один раз за три раунда смогли найти этого датчанина. Что мы видим от террористов? Пять калашей, тяжелые арморы, абсолютно стопроцентный пул по гранатам. Героек отвечают, в принципе, ну, схожим закупам. То есть не хватило денег на АВП, не особенно. И фармил Юги, поэтому только кольты. Конечно, сейвлены АК. Ну и один набор китов. Так, и сразу агрессивный врыв намечается какой-то. Ну, напоминает карту Оверпасс, но здесь все не так удачно. Потому что Снэпи никто не проверял. Изначально тайминг был не идеальный парного выпада. Из-за чего тут, конечно, разводят на перекрестный огонь, в первую очередь, героек. Но это не мешает россиянам выходить даже на большинство. Великолепный АИМ. Чоппор сделал минус. Кишандр, тем не менее, погибает. Ну и Моди против Чоппора. Бомба на руках у игрока команды Вега. Поэтому можно еще целую минуту тут играть в Майндгеймс. Тут кто кого перехитрит. Действительно, вот у Чоппера все время мира есть для того, чтобы выйти на точку, где нет его оппонента. А Моди остается только угадывать и искать оптимальную позицию для приемки. Кстати, может быть, стычка даже не на пунте у нас намечаться. По-моему, что-то швед знает про этот контрстрайк. И все-таки он перестрелял Чоппера. Это первый раунд для героек. Ох уж этот Моди, ох уж этот швед. Не зря целая гора опыта за его плечами. И даже на такой большой карте в ситуации один на один он выбрал идеальную точку, где и встретил Леонида. Ну вот, не знаю ли не повезло, то ли просто как-то так. Столожились обстоятельства у нас. Кстати, я еще немного тогда помусолил эту статистику. Просто есть очень интересные цифры. Например, самая жесткая ситуация на Кобблстоуне. Там на сколько? Около 50 матчей. В общем, где-то 1 к 4. То есть выиграл 2 пистолетки, уже у тебя хорошие шансы на то, что выиграешь. Если быть точным, то 42 игры выиграно, 10 проиграно и 3 закончились овертаймами. И на трейне хороша статистика, но не настолько. Трейн, возможно, еще увидим. Ну а Кобблстоун, в принципе, в матчапе Фнатик Альтернейт Атакс. Еще реален, здесь его не будет. Валде сыграл еще более агрессивно, чем обычно. Пропушил улицу, забрал с помощью ЕМП Кешу. Еще и продолжает с трофейного автомата напрягать скалу. Как-то мир, по-моему, не понял изначально, откуда по нему стреляют. То ли не заметил, то ли дымка. Но главное, что дальше тиммейты ему помогли. Чоппер, Худжи каждый делает по минусу. Правда, вот Худжи пострадал по здоровью очень сильно. Из-за чего уже в стане Вегис Квадрон. Сразу два рыдовых игрока. Моди не палился все это время. И не думает палиться, пока не настанет его момент. А момент настал прямо сейчас. Вновь отличная позиционная игра от Моди. Позволяет ему сделать минус по игроку, который устанавливал бомбу. Тем не менее, Чоппер великолепно стреливает на дверях Снэпи. Продолжает работать против Моди. И это уже раунд. Чоппер, три фрага, еще 4-1. Хорош сегодня Чоппер. Действительно, 11 на 2 его личная стата. Перекрывает он по киллам абсолютно всех тиммейтов вместе взятых в данный момент. И вот мы можем сказать, что со стороны героек очень часто Моди вставляет палки в колеса. Даже если по статистике этого не видно. Но две важные ситуации. Он для себя и команды свои выиграл. Ну и с другой стороны Чоппер вообще Unstoppable Мод какой-то, которого, видимо, никто преодолеть не сможет. Кстати, вот если сложить киллы героек, там как бы тоже вот все вплотную получается. 11 у одного Чоппера против 11 минусов от героек. Funny facts обычно у нас на мейджерах, на всяких крупных чемпионатах выводят. А тут уже у нас нет Е-лиги, которая нам инфу дает. Мы сами ее ищем. Ну что же, тактическая пауза от датской команды. Как мы видим, новичок команды, штатный снайпер, все еще не начал убивать своих оппонентов. Возможно, стоит действительно фармить на АВИК. Но уже ситуация тяжелая в плане статистики. То есть отдавать два подряд полностью, выходить на счет 6-1, надеяться на АВИК, наверное, не стоит. И вот на таком распутье находится коллектив героек. И денег нет, и раундов мало, и юги как-то применить все еще не получилось. Тяжелейший старт карты действительно для датчан. При том, что одна уже за плечами, и закончилась она не лучшим образом. Я, честно говоря, подозреваю, что героек ожидали закончить этот матч намного быстрее для себя. Потому что вот вроде и овер хорош для них. Ну, хотели 2-0, получат 2-0, нормально. Оптимизм от Федора просто зашкаливает сейчас. Ну, кстати, пока все идет где-то в этом русле. JR N3Q. Ну, это все еще против пистолетов. Но сам факт наличия там счета 5-1 в перспективе очень и очень даже радует глаз поклонников СНГ киберспорта. Ну, что же, вчетвером остаются герои. Вега, сделав N3Q и заняв рампы, не очень торопятся продолжать штурм. Мир что-то как-то погорячился. Залепил в тиммейта, тем не менее быстро реабилитировался. Сделал фраг по поджимающему будку Нико. Снапи сверху, но это уже не важно. Бомба стоит. Еще один минус уже из фармгана. Худжи. Действительно 5-1. И, кстати, в перспективе еще раунд на пистолетах предстоит датчанам. Ну, видимо, да. Вальде остается в финале единственным игроком, выжившим со стороны героек. Ну, ЦЗ на руках и надежда, наверное, на то, чтобы подмутить себе девайс какой-то получше. И шанс на это был бы, если побежал сразу. А так уже мир стянулся и готов стоять столбом за выпавшее оружие своего тиммейта. Что, кстати, был фармган. То есть сейчас Вальде с ложной надеждой на какой-то успех шел на свою верную гибель. Ну что, четкое развитие событий. Вега раунд за раундом отжимают преимущество в свою пользу. Как мы видим, все еще очень мало денег. Вновь пистолеты без арморов. Четыре ХАЕшки от героек. Ну, вот тут можно принимать ставки, что они взорвут улицу или все-таки дверь. Наверное, улицу. Ну, наверное, да. Все-таки здесь как-то даже не знаю. Вот на Нике взрывать редко так получается. А вот бы взорвали, кстати, дверь. Надо было дверь взрывать, пацаны. Ох, а если бы летели гранаты туда как раз, ну, по другому таймингу, то все было бы хорошо. А так Худжо уже спрыгнул вниз. И должен оказывать фактор позиционного давления очень сильный на дефенс. Ох, ну, была задумка, была какая-то идея для датской команды. Но, как мы видим, ХАЕшки никакого дэмэджа не нанесли. Под террористом уже игрок под нижним плунтом уже занят мейн. Ну, и как тут расправляться с этими бешенными игроками веги, неясно. Видимо, в этом раунде никак. Наконец-то забрали хотя бы мира для себя датчане. И этот килл был для них единственным. В общем, 6-1. Начало прям одностороннее. У нас какой-то получается нюка, но не так много оружейных мы с вами видели. То есть уже пока стопроцентные выводы делать не хочется. Но наличие шестерки за атаку у веги как-то приятно радует. Радует, но главное, чтобы этот факт не расслаблял команду из России. Потому что, ну, ни много ни мало топ-18 планеты по другую сторону баррикад. И герои действительно будут цепляться за каждый из оставшихся раундов. Это точно. Ну, я думаю, атака у героев действительно на нюке хороша должна быть. Вряд ли мы будем смотреть только раунды через улицу по КД. Вполне вероятно. Ну, вот тут пока такая вот не стопроцентная стенка смоков. То ли не залетел дым, то ли... Хотя нет, все смоки откинули. В общем, странный момент какой-то. Я даже не знаю, почему. Там была эта щель огромная. Говорят, Юги, братан, что-то у тебя там в районе Джеймса Бонда сделай хоть какой-то фраг. Ну, Юги сказал спасибо. Но интересно только, ответит ли Вега фразой «пожалуйста, похорони всех, никого не потеряв». Или же этот entry kill позволит уже вскрыть атаку и, наконец-то, вывести все для второго на себя раунда. Как мы видим, вновь довольно медленное развитие нападения. Но зачастую к этому этапу раунда Вега уже обеспечили... Обеспечивали, точнее, себе преимущество и делали entry kill. Сейчас вот обратная ситуация. Но есть все еще порох в пороховницах у бомбардира команды из России. Чопор дает фраг по снэпе. Так, Чопор продолжает где-то в районе двери напрягать. Юги, если выйдет чуть дальше, то мир его должен здесь наказывать. По идее, не слышал, но, тем не менее, понимание должно присутствовать о том, что его соперник где-то здесь находится. Атака есть. Не дали сделать снайперу ни единого кила, дали вскрывать еще и Ника. Но позиция девятки стала ключевой по итогу от мира. Да, мир молодец. Зачистил полностью весь верхний плент. Остается связка из двух игроков. Это Вальда и Моди. К слову, я не вижу дефьюз китов. У них на руках, наверное, где-то на пленте есть. В лучшем случае, да. А так... Все слишком плохо. Хотя, знаешь, тут наличие китов вообще ничего не решит, мне кажется, потому что героики не пойдут. Судя по всему, так оно и будет. Ну, после этого кила можно задуматься, кстати. Да, очень как-то все скользко развивается. Вроде бы и Вега так легко уносит героик. Но и датчане действуют строго, принципиально. То есть не продолжают закидывать якорей. У них была тактическая пауза. Они сейвят девайсы, отстреливают. Джер, смотри, что пойдет. Пойдет до конца, до конца. Джер, кстати, единственный выживший пока в своей команде, но нет, не дали ему уничтожить того же Моди. Он, по-моему, по ноге ему попал, да, когда тут пытался от него сбежать. Да, так и есть. Ну и, конечно, тут такой секундный повтор от мира. Именно его занимание девятки было ключевым. Так, да. Следующий раунд под номером девять. Абик на руках Джера. В обороне, как мы видим, четыре кольта и UMP. Ну и интересно, теперь уже мне очень сильно о том, вообще дадут ли героик возможность пободаться или моментально Вега заберут первую половину, допустив только одну ошибку. Но сейчас тут небольшая засада имеется. Снэпи на приемке. Как раз UMP-то и реализовал, но только на один килл. Этого здесь недостаточно. Только Вальда показывает свое присутствие и делает это очень неплохо. 2 в 3 для россиян. И при этом позиции ключевые пока не заняты. Еще и бомбу засветили. Вышли явно на стрельбу сейчас Вега. Как мы видим, улица не задымлялась, не использовали флешку. При заходе на мейн пытались просто фейс-ту-фейс развалить сейчас датчан. Не совсем получилось. Все-таки Валде занял позицию не из-под ступенек, а непосредственно сверху. Ну да, и к таким точкам абсолютно не были готовы здесь россияне. Кишандр тоже отдается. Чоппер 1 в 3. Но это главная надежда команды. Оставили напоследок такого босса. Самого который пока что не прощал практически никого на этой карте. И, кстати, проиграл эпизод 1 на 1 против Моди. Это единственный раунд, который отдали пока Вега. Но, видимо, ненадолго единственный. Да, с двух сторон, как мы видим, закрыли в ангаре Чоппора. Счет на табло становится 7-2. Ну и, наконец-то, справились с этой улицей датчани. Потому что во всех предыдущих раундах Вега спокойно там разгуливали. И на девятку занимали, и на нижний план спускались. В общем, слишком уж вольготно себя чувствует атака. Ну, тут тоже такой момент получился, что Вега немного спустя рукава обеспечили выход. Нет, прям так. Перестреляем хорошо, не перестреляем. Ладно, раундов еще много. Интересно, вот, получилось с Амиром сейчас. Он вроде бы увидел эту аркаду, но не успел законтролить. Тем не менее, серия фрага. Выход втроем на верхний плент. Нико не дожал, но, правда, разменялись. А нет, дожал художе. Дожал, в том-то и беда. Сейчас 2 в 2 было, но тут уже не справляется Юги. Показывает свою точку Моди. Но он перестрелял фулового оппонента, и это 1 на 1 против Джейера, который пока на АВП. Насколько неудобный для него сейчас девайс? Ну и Моди, по-моему, понимает о том, где, вероятнее всего, будет его соперник находиться. Девайс-то удобный. Вопрос только в том, что ситуация неудобная. Джейер мейн снайпер команды. И у Моди 83 хп. То есть его можно теоретически заваншотить. Ну и, по-моему, тут старички собрались у нас на экранах, потому что оба игрока сидят буквально друг напротив друга за стенкой. Они чувствуют что-то неладное сейчас. Ну и кто выйдет первым, наверное, тот и допустит ошибку серьезную. Может, у нас подвисло что-то, только таймер работает, я не знаю. Специальный, специальный таймер бесконечности. Ну смотрим, Джейер, все-таки именно он в атаке должен выходить, брать инициативу на себя. Да, много позиций проверять надо, в общем, беда. Ой-ой-ой, открываются друг на друга, но Джейер не вовремя увел прицел. Слушай, а если бы постоял еще 10 секунд, получается, была бы радость для снайпера. Не дождался немного Джейер, но действовал, в принципе, верно, потому что инфы уже довольно давно никакой не было. Ну и намного чаще принимают аплэнт именно сверху. И снайпер чекал, соответственно, позицию ближе к девятке, а не вот просто выходить и смотреть в плэнт. Но, увы, где-то так оно и получилось. 7-3. Счет, в принципе, Вега пока начинает уже подсдавать свое преимущество, но ничего критичного даже близко для них нет. Ну, кстати, два раунда из трех героев выиграли благодаря усилиям Моди. Два клач раунда один в один именно он потащил. Ну, за счет своей опытности невероятный швед, конечно, разрулил те эпизоды. Ну и пока Вальде говорит, слушай, не хочешь еще один взять снэппи на позиции, которую Вальде любит занимать? Но только он ее смог реализовать намного лучше, чем это получалось у капитана команды. Не ожидали настолько быстро второго игрока в этой точке, как и Нико не ожидал, что Худжи окажется в вентиляции. Есть еще один игрок в дистанции. УМП не дожимает, как мы видим, Худжи. Два в три, Мир плюс Чоппер. Так, Мир играет на Галиле, приходилось ему проходить улицу, но по итогу на него вышел авик. И вы прекрасно осознаете, что на столь дальней дистанции Галил против АВП, это абсолютно несравниваемые вещи. Чоппер. Но вот проверит или нет, там ведь раз уже швед находился, но сначала он должен убить аквариум, по идее. Спокойненько, нашли снэппи в спину, но без бомбы все еще действует Чоппер. Позитцию моди вряд ли дождется, но не проверит. В 40 секунд он вообще наверх может пойти. Ну, в принципе, да, это было бы оптимальным вариантом для него, но Чоппер так не считает и решил идти до последнего. Ну да, позиция моди абсолютный сюрприз, при этом второй раз уже отсюда он делает важные минусы для своей команды. Да, моди прям супер зло отыгрывает карту Денюк, при том, что его коллектив проигрывал вообще в салат. Моди выкладывается на все 200%. Повтор с моментом от снэпи, как-то второй игрок не разобрался, куда наводить прицел. Теоретически с префайером можно было давать размен, но не получилось. И по итогу, отдав три раунда подряд, Вега лишились экономической составляющей. Как мы видим, только, ну, две UMP-шки пистолетов у них сейчас. Ну, с такими успехами ненадолго, если до понта будут добегать, то там уже сколько не проиграю уже. Вот-вот начнется та самая черта финансовая для Веги. Ну, пока может получится реализовать и это. Ну, в общем-то, героик возвращаются на карту и, вероятно, рано расслабились здесь Вега. Ну, или подсобрались героик. Все-таки, опять-таки, напомню, много было клач-раундов. То есть не сказать, что прям датчане стартанули и переворачивают. Борьба идет нос к носу. Мир перестреливает Нико, как-то загулял немного датчанин. Снэпи в парном выпаде тоже погибает. Ну, вот тут банально синхронности не хватило. Беда в том, что параллельно еще Чоппер погиб, но вы посмотрите. Вот сейчас 100% должен был слышать. Ой-ой, что это было? Ну, ладно, GR. 25-й кадр. Он понимает про то, где находится Моди. А вот у Моди понимания не хватает. Вопрос только в таймингах. Что за жесть? Пробежал с ножом. Ну, зачем же так? Ну, кто на 50-й секунде рашит Терри Спаун? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Вальдемар рашит. Вальдемар, да. Тут, по-моему, все ясно. GR все-таки погиб. Хотя я вроде понимал он про позицию Моди, но не смог реализовать свою точку. Ну, Кешандер. Ой, спина в спине просто. Ну, Кеша, смотри, вовремя перевел прицел. Есть 30 секунд. Раунд 1 в 2. Но Абик от Юги уже контролирует улицу. Четыре раунда подряд выигрывает датская пятерочка. И, наверное, нужен какой-то тайм-аут, тимток. Уже, наверное, пора бы, потому что как-то и снайпер проснулся, и в целом все начинает работать у героек. И 7 раундов это, конечно, очень круто, но не гарантирует вам победу. Ну, уж больно подарили классный старт нам Вега. Мы прям разогнали. 7-1, давай 10-1 и так далее. Давай 16-1 сразу. Что там уже? Да. Ну, тем не менее, датчане все еще очень качественно обороняются. Как мы видим, Валды на улице действуют агрессивно раз за разом. Ну, вышел в размен, как мы видим, ровный. Постоянно получается напрягать. Это круто. Действительно, то, что Вега не отпускает своих оппонентов в любых ситуациях, что раз за разом какие-то киуи, размены осуществляют эти ребята. За счет чего не так много денег, по идее, должно оставаться. Так, Кишандр научен и горьким опытом, но не тот раунд он выбрал для того, чтобы прочекать эту позицию. Моди, где ты, говорит нам Кишандр. Какой хитрый швед, постоянно удивляет, тащит клатч-раунды, занимает максимально непредсказуемые позиции. Браво, Моди, на нюке прям очень-очень хорошо себя проявил. Многоходовочка от Моди всегда оказывается там, где его не ждут. Это круто, но все-таки дали поставить бомбу Веге, что любопытно. Ну, недолго музыка играла, Моди оказался и тут, как мы видим, в спине у Джейера. Худжи погибает, мир последний. Ну, тут без шансов. Даже не знаю, есть ли ему смысл куда-то идти. Да, сейвить-то и так нечего, по 3-400 уже дают за раунд, плюс бомба. Деньги будут в любом случае. Тут уже вопрос в том, кто закончит половину с мажорным для себя финишем, потому что тут два раунда и героек действительно хорошо начинают дефиться. А ведь говорили мы о том, что вот как-то 7-1 это хорошо, но надо половину еще забрать к себе. И пока очень жесткий отпор. Датчан позволяет вообще, возможно, им еще и выйти фавориты по итогу первой половины. Ну, вот он, девайсный раунд. Полный набор как с одной, так и с другой стороны. По 4 девайса в плане Рифлера. Ну, и, конечно, снайпера, Джер и Юги. Так, Вальда пока снова отвечает за аутсайд, но в этот раз никто к нему не идет на старте. Уж больно дальние позиции занимаются игроками атаки. Ну, надежда какая-то на рампы, судя по всему, намечается со стороны Вега Сквадрон. Ну, будет ли она реализована? Интересно, что рампы смотрят из-под девятки сейчас герои, кто зачастую как-то на более классических углах мы видели игроков дефа. Но теперь тут Юги с Авиком первый раз промахнулся. Вега этим воспользовались и зарашили лево-лево. Ну, тут дым и, в принципе, можно уже принимать какое-то решение дальше. Важная позиция занята. Сейчас, правда, смог не идеальный, но вот можно и продавить снайпера, попробовать. Хотя здесь уже опасаются второго халпующего игрока, который, возможно, где-то неподалеку. Но точки заняты хороший мир получил дамага где-то сейчас на минус 53. На скале Валда его немного потрепал. Действительно, или не Валда? Ну, да ладно, мир-то уж точно на скале. Да, ну, наверное, да. Больше вроде некому тут в округе, кроме как Валда, дать этот дамаг. И, в общем, позиции хорошие заняты, а как теперь это реализовать, непонятно. Потому что героек уж очень много понимают о точках, где играют их оппоненты. Пока Николай в поиске Валда, тем временем Чопор уже получил свою порцию свинца. Попытка вскрыть все-таки верхнюю базу. Пока безуспешная. Кеша разменялся, но это раунд 3 в 4 за 15 секунд до конца. Уж очень тяжело все это выглядит. Ника дает килл. Ну и в меньшинстве атака здесь, по-моему, уже обречена на провал. JR 10 секунд. А его здесь еще и могут не отпустить. Понятно, что не отпустят. Ну, я имею в виду, в плане таймера могли вообще не отпустить. Еще, чтобы он попытался как-то подсейвить, было бы неплохо. А так там 7 секунд, и деф мог вообще не идти на него. А потом уже лишить малейших шансов на закуп в следующем. Ну, герои решили действовать более... По-простому вышли, убили. Мы видим после колоссального стрика. У Веги все-таки есть деньги. Да, без авика. Но, тем не менее, 5 калашей, тяжелые арморы, 3 смока. Ну и, возможно, мы увидим заготовку. Хотя, что там по бомбе у нас, JR? Все ли хорошо с интернетом? Ну, хочется верить, что да, лоу, интрикил от Худжи сразу же при этом... В 4-4, нет, пошел, пошел, пошел по карте JR. Тут уже мир разваливает кабины, просто без своего лидера бегут в атаку Вега. А где эта агрессия была раньше, спрашивается. Вега наконец-то вспомнила, как им надо играть. Играть надо, как царь-батюшка, но тут уже возникают последствия, какие-то трудности при выходе на более ближние к вон там позиции. Пока же в моде рано команде Вега радоваться. Плюс еще Ника, как мы видим в поиске фрага. Кэш, они туда смотрят, нет, все-таки перевел прицел налево. Отличный хедшот в моде последней, выжившей у команды героек. При этом находится в этот раз он под аплантом. Кстати, это может дать ложное понимание Веге о том, что где-то еще прячется. Швед неподалеку, но Чоппер уже дал расклад тиммейтам. Бомбу можно ставить и принимать. Ох, Чоппер! Ну, красиво. Здесь уже непонятно, кто кого на опыте размотал. Ну да, закончилась все-таки под диктовку команды Вега. Первая половина, 8-7 у нас с вами на экранах. Такой же счет был на оверпассе. В принципе, ни о чем эти цифры нам не говорят. Да, взяли 8 раундов в атаке, но все-таки героик выбрали Денюк. И непонятно, чем закончится этот бой. Ну, уже мы предполагали о том, что героик должны атаковать качественно. И, наверное, вопрос снова в защите. Если она будет прям такая, как на оверпассе, с какой-то искоркой, поджимами постоянными, агрессивным оскалом, то это может не позволить реализовать героик своей заготовки. Если вас то на улице будут давить, то где-то выходить через будку. Ну, ладно, это все, конечно, рассуждение для Джейера и его команды. А ребятам предстоит сейчас провести финальный какой-то тимток перед второй пистолеткой. Ну что же, пишите в чат, дорогие друзья, на сайте twitch.tv.com. Старладер 5. Кто, по вашему мнению, возьмет эту пистолетку? Потому что пока статистика 3-0. В пользу Vega Squadron смогут ли они в чистую убрать в рамках двух карт и на пистолетках датчан? Или все-таки героик соберут чехлы и сейчас, ну, хоть начнут что-то показывать с пистолетами? Ну, совсем скоро мы это с вами и увидим, дорогие друзья. В общем, давайте немного на статистику, наверное, посмотрим. Моди и Ника являются афрак-лидерами в своей команде. Ну, и в самом низу находятся Юги, который... Вот пока с АВП вообще ничего не может делать, что ли? Любопытно, у снайпера 5 ассистов. Константин написал в чат, Вега пиу-пиу, но если Ленин топит, значит, Вега выиграет. Это знак. По-любому. Ну что, давайте смотреть. Командам удачи. Второй пистолетный раунд, пустой респаун. Ну, и побежали террористы. С Тэком, Армором, Вальдемар. Там 5 Арморов сейчас у Веги. И, по-моему, это будет очень агрессивная приемка на ближних точках, которая, ну, кстати, сработает или нет, все зависит. Снова от АИМа. Худжи заметил, понимая, что лучше не стреляться. Отходит назад на вилку, стягивает тиммейтов к себе, по идее. А Моди уже отъехал. Отличное принятие решения от Вега. Худжи дал инфу, перетянулся, закрылся. Теперь его ищут по пленту. Безрезультатно. Есть уже хелпа из винты. Есть мир на дверях. Бомба все-таки будет установлена. Но раунд 4 в 4. Очень близко находятся игроки защиты для подобного ретейка. Но Вальде реализовывает Тег Найн уже на 2 минуса. И это создает определенные трудности. Мир, ответка по Вальде. Забирает его. Не находит никого в секретке Снэйпин. Но эту позицию уже точно должны чекать. Здесь Вега, но только через размен. 2 в 2. Очень скользкий раунд на самом-то деле. Юги плюс Нико против Чопора. Джейра бомба пищит. Дефьюз китов нет. Придется дифьюзить Нико. На дверях начинается просто Манс и Нико. Нико, какие сочные хедшоты. Ох, как же завтра голова-то болеть будет у ребят из России. Насколько смачно залепили что первому, что второму. Но отсутствие китов здесь сыграло ключевую роль. Да и без гранат. Да, понимали Вега, откуда будут выходить датчане. Пытались там кнопкой Е заблочить дверь. Но не удалось. Все-таки герои выигрывают первый для себя пистолетный раунд. Ну и очень-очень вовремя они это сделали. Вот как никогда, кстати, действительно эта пистолетка здесь для датского коллектива. Теперь уже они должны выходить вперед на своем пике. И в принципе можно провести определенные параллели между этой картой и оверпасом. Там тоже героик набрали тогда 8 раундов. И после чего Вега взяли пистолетку. Ну, кстати, здесь за Форста еще рано говорить. Первый киу был за Кишандром. И только после этого Вальде дает размен по Джиэру. Занимает, как мы видим, довольно активно звено атаки подход под нижний плент. Худжи, кстати, давит спину. Сейчас может собрать урожай. Худжи, но не запалится. Его тут не должны, по идее, ожидать увидеть игроки атаки. Это супер приз должен быть. Чоппер еще и на себя внимание байтит. Худжи показал свою точку, но из нее он дает килл. Чоппер ответка по юге. И Моди остается последним. UMP на руках. Девайсы можно подобрать. В общем-то, по-моему, вперед датчане пока выходить не будут. Как выиграть пистолетные раунды и оказаться в еще худшем положении? Вот так просто. Вот что помешало команде героев сейчас? Ой, помешал Чоппер и его дигл, а также Худжи и подобранный им калаш. Судя по всему, 8-9. Потрясающе сейчас себя показали Вега. И, кстати, на Оверпассе была похожая история, когда ребята на пистолетах продавили болото и смогли за счет этого зацепиться за раунд. Снова им какой-то у них такой, знаешь, точечный на уровне. Что мы видим? Герои, оставшись без денег, все-таки делают форсированную закупку в попытке, наверное, хотя бы поставить плент. В рамках 18-го раунда два тека P250 и в количестве трех штук приобрели герои. Ну и ворвутся на верхний. Снаппи накинет флешку и побежали. Ну раз полноценный ответный форс, что, конечно, ребята должны максимально сильно схватиться за этот раунд. Ну и Вега к этому должны быть готовы. Пошел выход на первом буквально тайминге. Кишандру инфы не дали, Чоппер отдается. Ой-ой-ой, какая серьезная ошибка в позиционной игре от Вега Сквадрон. А кто должен был вообще смотреть на выход из-под пристройки? Чоппер, скорее всего. Ну да, игрок на девяти. Это вот Чоппер находился, но его точка была слишком строгой. JR вместе с Худжи дают ответные два минуса. Девайсы, кстати, не смогли подобрать героев. Какая-то жесть происходит во второй половине. Выходят в спину Кишандру три игрока. Ну где такое видано? Кошмар какой-то происходит. Можно тыфюзить бомбу параллельно под прикрытием тиммейтов. Этим и занимаются. Ника показал, где он находится. Все-таки не получилось перевернуть, хотя были близки к этому героик. 10-8. Очень опасный раунд. Вот мне кажется, прямо сейчас есть что обсудить в срочном порядке в позиционной игре на Апунте. Ну вот, видимо, поймали ту самую миллисекунду датчане, когда Чоппер еще не успел занять выгодный для себя угол. И вот как-то на удивление просто вскрыли АПЛЕН. Сейчас игроки нападения. Но, тем не менее, ретейк был 3 в 3 успешный. Еще одна форсированная закупка у террористов. Счет на табло 10-8. Ну и удержали все-таки инициативу в своих руках Вега. Фух, ну это было близко. При том, что героики сейчас играют на арморах и пистолетах, стоит ожидать, что градус напряжения будет не меньше в этом раунде. Ну, в этот раз, конечно, уже с расчетом на закупку в следующем у них. Бай, но, тем не менее, от этого менее опасным он не становится. Чоппер в этот раз стал все-таки, как мы видим, непосредственно на пленте. Решили с девяткой работать немного иначе сейчас Вега. Ну, а что касается героек, вновь будет врыв с теками и вновь под АПЛЕН. Ай-яй-яй, ну теперь все. Здесь второй раз это не прокатит, говорит Чоппер. Но они серьезно выходили снова втроем боком и думали, что ту же самую ошибку допустят Вега. О, нет, Вега учится на своих ошибках и за счет этого раунд забирают не с такими серьезными трудностями. Никто налево не смотрел. Все три игрока команды героек были боком к Чопперу. Но это подарок судьбы ответный. Уже для команды Вега счет 11-8. Ну и первый полноценный девайсный у Атаки. Ну, опасно, конечно, героек сейчас для себя вывели вторую половину на старте. Должны были сразу играть первым номером, а теперь вдруг снова придется наступать на пятки оппонентам. И в таком темпе прошел практически весь оверпасс и здесь та же тема. Что мы видим? Пока довольно пассивно работают с улицы героек. И на первом девайсном в этом направлении пошел только лишь Нико. Получил ХАЕшку, Моди еще под прострел тут встрял. А там прокид идет по улице, но уже не туда граната залетела. Куда-то в сторону юги, но явно не по нему. Интересно, отпустят ли девять сейчас. Но вроде как Джейер как раз эту точку и контролит вместе с Миром. Выход первый есть, второй тоже может быть, но дальше не рискует здесь Мир. И абсолютно правильно делает, отходя назад. Да, лишняя жадность могла погубить Мира. Но вот тут, правда, Кишандр вышел из-под смоков. Валда его в бочину сносит. И ситуация вновь выравнивается по живой силе. Джейер все еще не светился, только сейчас показывает свое присутствие на аутсайде. Но тоже слишком много позиций со всех сторон. Вальда снаппи очень синхронно действуют и вырубают сразу двоих оппонентов. Вот тут вопросы к Веге. Они вроде бы с преимуществом по точкам были, но тем не менее не смогли это преимущество реализовать. На каждый фраг героик отвечали разменом и в итоге остались с плюс одним бойцом. А снова частично попропускали позиции. Не было инфы про то, что девять уже прошли. Из-за чего под нее и открылся игрок защиты. В общем, не без проблем все это выглядит. Мир успел среагировать. Валда чекал позицию под девяткой. Но все-таки браво, Мир. Есть минус. И теперь уже за 20 секунд героик нужно занимать какой-то из плентов. И это при том, что только сейчас забрали плент. В общем, пойдут до последнего, наверное, под А. Мейн плюс верх. Ну и... Вот он, Чоппер. И вырубает сразу же игрока на мейне. При этом понимает, что надо играть на таймер, так как здесь где-то рядом находится и снэпи. Про него есть понимание. Одного забрал и 5 секунд. 4. В общем, надо только жить для Чоппера. Он выходит и дает килл. Какая уверенность от Чоппера. Слушай. Аж сердечко у меня екнуло в этой ситуации. 6 секунд. Мир погибает в пристройке. И кажется, все. Чоппера сейвить вроде бы надо. И время, и выходить. И туда, и сюда. Но Чоппер красавчик. Леонид не подводит команду. Берет клач раунд. Еще ж по нему так настреляли сильно. У него мало ХП осталось. Буквально одна пуля бы все решила. Красиво. Чоппер не будет Чоппером. Если бы сделал такой выпад и не вырубил в ответ. Сказал, отстань. 8.12. Дорогие друзья, статистика по взятым раундам. Вновь стэками будут нападать героик. Ну и прямо скажем, на своей-то карте игра в атаке далека от идеала. Да, ждали мы большего, наверное. Ну, возможно, со второй попытки да получится. Правда, будет она только в следующем раунде, наверное. Хотя и здесь уже очень много раскида, арморов, тэков на руках. Что может позволить где-то зацепиться. Подобные раунды брались на предыдущей карте. А вот в этой пока как-то только с одной стороны. Тут все бралось, по-моему, в этом матчапе. Экономические и форсированные закупки. Кишандер вот так вот агрессивно, индивидуально проходит дверь. Дает первый, второй минус. По третьему не дожал. Нико в ответку. Но дальше идти не будет. Ну, Чоппер попытался там где-то принять. Если бы на него пошли дальше, то он бы вырубал игрока на Кавашникове. А так один девайс имеется в активе теперь у героек. В общем-то, это не критично. Чоппер все еще свою точку тоже не палил. Да, датчане на респе зажаты. На рампах авик. Улицу уже прожали под точкой. А, понятное дело, выйти будет сложновато. Надеются на какую-то ошибку от Веги. Но те даже не думают лезть на своих соперников. Молотов летит, но не туда. Чоппер все еще находится на своей позиции. Это пропрыг вниз. Это раунд под Б по итогу оказывается на самом деле. Кстати, единственно верное решение сейчас предпринимают героек с выходом под нижний плен. А Молотов потушил под собой, как мы видим, бомб керри. Поэтому все вроде бы как хорошо, но снэп и как не вовремя закончился для него дым. Ох, но здесь хуже могут наказать. Да, не успел он развернуться. Чоппер пошел воевать. Доступает на пятки оппонент. У него это получается сделать Ника последний против троих. Гранат много для того, чтобы раздефьюзить бомбу. Молотов, дым, прострел, шквальный огонь. В общем, хоть как-то да прикрыт тиммейта, который почему-то без китов дефьюзит. Кстати, да, забавно. Да ладно. Да ладно. А теперь не забавно ничего. Что это такое сейчас? Чоппера-то тоже могут убить. Последние секунды дефьюзит бомбу. Чоппер хорош, но как были близки к провалу. Ох, это было слишком на грани фола сейчас. Вега-сквадрон, хватит. Вы мне 10 лет жизни укоротили за одну эту карту. У двух игроков из троих были киты. Дефьюзил JR 10 секунд. А будь у него киты, раздефьюзил бы. Так в том-то и прикол, почему дефил-то именно он. Да, это было слишком близко к провалу сейчас. Вега, ну прям на грани фола ходят только так. Тем не менее, раунды идут, все в порядке. 13-8. Очередные девайсы появляются в активе у героек. И судя по всему, раунд будет через улицу. Ну, видимо, да, дождались мы классического развития событий на Нюке. Излюбленный всеми командами раунд. Как только выучили эту раскидку, нашли ее на новом Нюке, сразу все, каждый второй, третий раунд начал разыгрываться именно так. Кстати, принимает улицу, а никто не принимает мир в ангаре. Это просто зеленый свет под Б-плэн. Кеша выходит в виде двоих, понимает уже, что происходит сейчас. Понимает, что надо еще и выживать как-то. А вот у JR выжить не получается. Ну, Худжи каким-то чудом наказывает спину Моди, который находился вообще под респауном. Очень жестко прожал такую неочевидную позицию в этом тайминге. Кеша отлично попадает в мир. Чопар еще по фрагу. И это похоронный марш для команды героев. Последний в аквариуме. До свидания, говорит Леонид. И это 14-8. В общем, видимо, героев не зря на 2-0 рассчитывали. По такой-то игре пока даже близко их атака не стоит с тем, что нам показывали вега. Но один раунд взятый, тому прямое доказательство. И тот пистолетный, между прочим. Да, на самом деле, если героев все-таки уступят веге, в группе С появится жесткая интрига. Потому что альтернет Атакс вообще еще не играли свои матчи. У них как раз-таки следующее Best of 3 сегодня. Ну, интересные команды. Собрались прямо вот. Все друг друга стоят, как мы с вами видим. Ого! Ну и понеслась. Конечно, уже после такого стрика будет хватать экономики на какую-никакую закупку каждый раз. И, в принципе, именно на этом попытаются выехать герои. Никаких экономических у них не было. Снова калаши, снова раскидывали. Попытка выхода. Чоппер на приеме. Одного только забирает. Кишандр открытие. Максимально тайминговое. Дает очень нужные киллы. Но, правда, тиммейты подкачали. И вот килл по миру приносит свои серьезные трудности. Вот это дым судьбы сейчас был. Тем не менее, худший срезает снапи. Нико последний против двоих. Есть инфа по Худжи. Есть инфа по JR. Легкий минус. И 1 на 1. Ох, и понимает, примерно, где ожидать второго, скорее всего. Но нет, смотри. Он знает, что он на улице. Вот такая инфа у него. Так, Нико смотрит 9. О, здравствуй, дружище. Спасибо за 15-й раунд, говорит JR. Говорит весь коллектив. Вега-Сквадрон. Говорит вся Россия одним голосом. Спасибо за матч-поинты. 15-8. Да уж, выше всяческих похвал сегодня отыгрывает команда Вега. Особенно на карте Денюк на выборе оппонентов. 31 фраг сделал Чоппер. Просто 30 фрагов на героик. Уничтожитель какой-то. Невероятно классно себя показывает. И даже несмотря на то, что новичок команды Ника проперся неплохо, этого недостаточно. Здесь, ну, буквально Чоппер половину ситуации закрывает. Ну что же, 7 матч-поинтов для Вега-Сквадрон. Напоминаем, в рамках ховер-пасса они уже оказались сильнее Дасской команды. Ну и теперь каждый раунд может стать последним для Валды и компании. Ну, будет он таковым или нет, сейчас увидим. Прям не побоялся действовать здесь уже Моди нагло против снайпера. А после чего слишком много внимания, наверное, на него потратил. И погиб от Чоппера. Который не побоялся поджать. Тем самым заняли вообще позиции, которая должна принадлежать террористам. И собрали инфу о том, что там никого. И вероятнее всего это аутсайд. По-моему, Вега решили просто задушить в зачатке всю атаку. Кишандр и компания прожали уже заход под плент. И никого не увидели. То есть это 100% улица. Да, больше вариантов и нет. За счет чего Мир и Чоппер должны понимать, к чему им надо готовиться. Мир, ну, слышит еще и, судя по всему, своих оппонентов. Интересный односторонний получился Смоук. Чоппер также из-под девятки нашел Вальдемара. Мир с информацией. Ну, вот. А Мир, Мир! Что ж ты делаешь, дружище? А девятку пропустили. 4 на 3, наверное. Ну, просто там вот у нас в экране четко было видно эта позиция. Ну, у нас в экране X-Ray включен. Нет, там стоп-роз был момент. Ну, ладно, 2 в 2. Очередная ситуация на ретейке для команды Вега. Валды очень красный. Нико фулловый. Вот это нормально было. Нормально. Только еще бы Нико забрать, попадает СУСПА по нему Джейер. Снова капитан команды в квадш-ситуации. АВП на руках. Ну, и здесь уже погорячился. Ай-яй-яй. Так нормально выходил. Просто поздно как-то начал зум включать. Нико стоял уже, наверное, все. Отпустил клавиатуру. Понимал, что в девятку против АВП не уходит. Но Джейер простил его в этой ситуации. Первый матч-поинт отыгран. И, кстати, сразу закончились деньги у Вега с квадрок. Квадроки от Нико был в предыдущем раунде. А сейчас Вега, ну, наверное, за счет того, что есть пока возможность, действительно делают такой вот небольшой форс себе. С надеждой на то, что и он взлетит. В принципе, шансы на это есть. Главное тут уже не допускать серьезных ошибок. Вот там этот эпизод с миром такой был провальный. Он и тиммейта продал по итогу. И сам от девятки погиб. Ох, не будь его, уже мы, наверное, ждали с вами следующего матча. Ну, получилось так, как получилось. 9-15 счет у нас с вами сверху экрана. Вега пытаются реализовать один Кольд ЮМП и три пистолета. Ну, а герои стоят в надежде подловить какую-нибудь аркаду. Джейер на ЮСП. При этом отвечает он за ОЦАИ вместо мира. Ну, тот поближе просто подобрался к своим оппонентам в этом раунде. Ох, ну и постепенно уже готовится атака от герои. К тем, ну, начинают свой раскид. Здесь тут очень осторожно согнали Кишандра. При этом еще и мира уработали, который был на неожиданной точке. Ну, как показала практика, не на супер неожиданность. Видимо, да. Но пока все еще в большинстве находится дефент. Джейера урабатывают надежды на Худжи и Чопера. Они остались вдвоем. Ну, точка хорошая. Худжи замечает первого. Должен понимать, что там где-то есть и второй соперник. Но Моди прячется. Очень грамотно действует Швед. Худжи, тем не менее, находит в окне, но не перестреливает. Чопер последний против двоих оппонентов. 30 секунд. Ну, и, наверное, можно уже занимать девятку, кстати. Ну, вот тут от Ника многое зависит. Ну, либо девять, либо ничего, наверное. Тут и вправду это единственный правильный вариант для него. Но Ника все понимает. Все слишком хорошо осознает. Хотя у Чопера тайминг такой, что он может себе позволить еще выйти с девятки, наказать и выиграть раунд. Но, конечно, это будет тяжело. Ох, какой сочный головашот сделал Чопер. Раунд один на один. Нет, правда, Китов можно попытаться дернуть на диффьюзе. Моди сразу же, как мы видим, за пристройкой. Еще и бомба не под него стоит. То есть это серьезная проблема. На самом деле заметил оппонента, но отсутствие Китов сыграет ключевую роль здесь, конечно. Тут уже до конца придется сидеть. Моди это понимает. Выходит с Prefire. Ну и, конечно, выигрывает очередной раунд один на один. Уже третий, кстати, для него на Нюхе. Ну, Моди Квачмастер. Тут, конечно, ничего ему не припишешь. Он практически все эпизоды в свою пользу такие выигрывает. Ну, в рамках этого матчапа, конечно же. 15-10. И теперь уж точно придется играть экономически для Веги. Ибо все свои финансы они потратили в предыдущем раунде. Но были близки, конечно. И банальное отсутствие Китов решило все. Да и в позапрошлом раунде были близки. Но, тем не менее, датчане из последних сил цепляются за карту Дэйнюк. Напоминаем, если выиграют героек сейчас, то посмотрим еще Трейн. Ох, ну, героек для начала надо до допа все довести. А тут это далеко не факт, что получится реализовать. Ведь Чоппер делает энтрис, забирает каваш для своей команды. Кстати, достается он Джейеру по какой-то неведомой лично мне причине. Но, тем не менее, Чопперу, видно, комфортнее играть на дигле просто. Так и есть. Обеспечил минус. Дроп. Все замечательно. Говорит, капитан, это тебе. Я хочу играть дольше в вашем коллективе. Что же, Снэпи под девяточкой, как мы видим, с упором на улицу пытаются действовать героик. Это верное решение. Ну, должны же смотреть сюда. Да-да, Джейер. Ай-яй-яй. Не вовремя перестроился. Теперь Чоппера не ждут. Чоппер должен был вырубаться. Начекали, начекали. Ну да. Увы, Снэпи стрейфами начекал своего оппонента и тем самым уже расправился с небольшим укреплением наверху. Так, художе. Ну вот, контроль, конечно, нижний, но туда уже нет никакого смысла идти. Звену героек, бомба устанавливается. Ну и с пистолетами пока сделали только один минус Вега. Судя по всему, всего один и будет по итогу уж. Как-то перспективы не очень радужные. Только разве что на отстрел остается отыгрывать здесь россиянам. Ну, Звенок и Шандер Худжи этим и занимаются. Ника, если допустит ошибку, то, возможно, подарит Кавашик. Так и получается. Отлично. Есть автомат. Правда, нужно еще как-то его унести. Кеша сумел отпрыгать из-под мейна. Ну и, как мы видим, пойдут его загонять. Худжи, отлично. Здесь эти киллы, конечно, мало что решают. Но какой-то бонус чисто в стату себе вносят, ребятам. Ну и защита Каваша, конечно, это очень важно. 15-11. Из 7 матчпоинтов осталось только 4 у команды Вега. При этом половина этих раундов может быть банально экономическими, если не получится взять сейчас. Но, тем не менее, раунд под номером 27 может стать вообще последним. Ну, это оптимальный момент. Вот сейчас, как никогда, стоит прям собраться и закончить безошибочно. Отыграть этот раунд и не допустить еще одного экономического счета 15-13. А там уже фактор давления. И тут как тут овертаймы. Ну что, изи-каточки не будет, сказали нам датчане. Будут ли продолжать камбэщить или нет, не ясно. Тем не менее, улица уже занимается. Мир, он там в ангаре или все-таки снизу сидит? Вот по карте не всегда понятно. Ох, Джиер, ну так как-то вот все время прыгал туда-сюда. Мир в ангаре, но, правда, он уже и запалился, и килл не дал. И отлетает от рук Ника. В общем, пока все слишком плохо начинается как-то для Веги. С девяткой какие-то проблемы бесконечные. У Веги герои чуть ли не постоянно ее отстреливают, занимают эту позицию. Ну и база А банально остается закрытой в тисках. Вообще стоит поработать над аутсайдом, наверное. Там не в первый раз уже возникают эти серьезные трудности. Костяк Апланта стоит хорошо после того досадного фейла. Ну, самый сложный 16-й раунд. Как водится, у нас с вами пока не выиграли Вега. Ну и все меньше и меньше для этого остается пространства. Ну, всего лишь, по факту, один полноценный оружейный остался до овертаймов. Дальше уже неполноценные баи и все тому подобное. Вот она экономика заставляет здесь, конечно, один раунд сливать. Ну, продропает там Кеша какие-нибудь P250, это понятно. Но в общем и целом придется отыгрывать с пистолетами. Что же касается героев, 4 матчпоинта отыграны, и это далеко не предел. Да, все только начинается сейчас. Вот героик это команда какая-то такая, которая только волнами может камбэчить. Вспомните первую половину, там все было изначально 7-1. И потом хлоп, и как-то уже 8-7 в пользу Веги, да, но все еще камбэк из 7 раундов подряд. Ну, кстати, по такой статистике Вега должна 16-14 выиграть. Если со счета 7-1 взяли 8-7 половину, сейчас со счета 15-8 героик уже от камбэчили до 15-12. Ой, ну сработает магия числа или нет? Давайте узнаем. Ох, дверь открывают, конечно, очень вовремя для себя мир. Потому что это услышали герои и понимают, где находятся их соперники. Ну, маловероятно, что его бы там не прочекали, и он сдал 3 фрага. Ну, кстати, что-то как-то и не тут. Ну, точно было слышно звук открывания дверей. Ай, кто с наушниками вообще в КС играет? Ну, в принципе, да. Зачем? Колонки, что удобнее. Можно музыку параллельно слушать. Мир! Ай-яй-яй! Все-таки не дожал немного по юге. Оставил ему 10 хп. Ну, тем не менее, худ же на точке. Тоже, кстати, не попал. Ой, ну а если попал, то был бы хороший минус. А так все еще в пятером героик отыгрывают. И, ну, сейви смысла нет. Надо воевать. Надо бороться. Вальде! Какой хороший тайминг для себя нашел, чтобы сделать этот выпад. И наказать такое количество оппонентов. Кстати, убил только двух игроков. Третьего так не могут никак закрыть Жера. Кеша отвечает разменом. Уносит калаш. Но недалеко уносит. Очевидно, да. 15-13 уже счет становится, дамы и господа. И вот она последняя полноценная надежда для Веги. Да, безусловно, в следующем раунде, если этот проиграют, будут какие-то Йоэмпишки. Но о том же АВП можно даже не мечтать. Тем не менее, Джиэр постарается, наверное, закрыть все-таки ту самую пресловутую улицу сейчас. А вот куда пойдут герои, это вопрос. Но, наконец-то, появился авик в предыдущем оружейном. Его как раз и не было. И Джиэр играл просто с Эмкой на девяти. Возможно, это и стало для него проблемой. Ну что, классический дым. Вторая волна прокида также есть у атаки. Что, рампы заняты. Улицу контролит Джиэр с авиком из-под КТ респауна. Довольно креативная точка. Именно она должна закрыть подход к девятке. Ну, будем на это надеяться. Если снова пропустят девять, то, скорее всего, отдадут и апоинт. На который в перспективе, возможно, героики решат идти. Героик пока вообще не занимают улицу. Один Нико там. Работает более-менее закрыто. Кишандор. Вот это точка наглая. Рискует. Дым-то вот-вот закончится. А как уползать потом отсюда? Стоять до последнего, судя по всему, тут ему придется. Но Валда чего-то, по-моему, знает про эту игру. Ох, ну прям, да, так смотрит, смотрит. Если не будет какой-то чудо-флешки, я не знаю, от которой все выйдут в блайнд, то да. Нико вернулся. Это будет просто врыв Киша палит позицию юги. И реализует АВК и в меньшинстве остается Вега. Без АВП, АВП на КТ вообще. Перенервничал здесь Кишандор Чоппер. Должен справляться с несколькими соперниками, но выходит за контролем только одного. Этого катастрофически недостаточно. Падает единственный игрок Дефенза под точкой. И это, по-моему, друзья мои, 15-14. Да, Джеру можно возвращаться в КТ-респаун. Сейвить уже АВК, чем он, в принципе, сейчас и занимается. Ну, как-то слишком много зависело от позиции Кеши. Его убили. Чоппер 1 против всех на точке А. Хелпы никакой. И вот эта аркада не зашла. И в итоге раунд проиграли. Да, Кишандор просто надуло повелся по итогу. Очень как-то грустно. Это все выглядело еще. И не дадут, видимо, подсевить АВК для Джера. Это вообще беда на самом-то деле. Ну, и Миру идти воевать за этот АВК тоже бессмысленно. Могут остаться и без скальта сейчас. Эх, Федор, что ж вы делаете? Ну, камбэк в 7 раундов. Это, конечно, космос. Но есть последняя возможность для Vega Squadron. Ну, здесь-то зачем, Федор? Почему? Тут не надо было этой кармы допов. Тут как раз мы хотели, наверное, 2-0 уже увидеть. И ждать Fnatic Academy Alternate ATX. А так... Очень классно начинали. Vega половины со счета 7-1, с 15-8. Но вот как-то под занавес стороны герои, наверное, притерлись уже. Подстроились под игру Vega. Да, и это пока не получается поменять. Абсолютно никак. У Vega Squadron они хоть и делают какие-то изменения в позиционке. Пытаются аркадить, но в основном это только сами себе палки в колеса вставляют. На этих своих ноу-хау позициях. Ну что, смотрим последний, самый важный раунд для команды Vega. Раунд под номером 30. Есть три кольта, две UMP-шки. Удачи, ребята. Ну, а что нам покажут датчане, сейчас мы и увидим. Пока датчане снова играют строго на дальних позициях. Чек каждого микропикселя. Ну, и поиск где-то загулявших оппонентов, которые иногда, кстати, этим страдают. Чоппер, например, уже решил пристройку вплотную контролить, отбрасывает молотов от себя. У него UMP и, в принципе, довольно часто герои просто втроем бегут под эту будку. И можно двоих подловить легко. Особенно, если слишком много внимания потратят на окно. JR наконец-то за девятку-то постоял. Первого уработал. Но там есть еще и Вальде. А JR находится на гранате. Заметил. Но не смог перестрелять. Три хп. Три хп у Вальдемара. Вот это не засчитало. Тем не менее, 4 в 4. Чоппер, мир. На верхнем планте. Девятку держит один. Худжи с UMP. Он тоже идет в аркаду. Худжи сейчас либо все, либо ничего. Первый забирает. Второго тоже можно контролить. Но тут уже стрельба подводит. Очень мало хп остается. Чоппер, Чоппер, Чоппер в спине. В виде двоих. Есть. Но тут спина в спине. Как он его убил? А это мир, по-моему. Все нормально, все нормально. Остается последний Юги. Не самый жесткий клачер в своей команде. АВП на руках. 17 секунд времени. Попытается развести на фейк. Первый не попадается под прицел, друзья. И все-таки 2-0. Вега Сквадрон с последней попыткой. Но выигрывает карту Нюк в основном периоде времени. И, соответственно, весь матч. Браво, Вега! Заставили нас понервничать очень серьезно. Тем не менее, последний раунд как первой, так и второй половины остался за команда из России. Ну и фавориты матча, по всем показателям, отлетели 0-2. Ну, по итогу у нас будет небольшой перерыв, очевидно, между двумя матчами. Сейчас у нас 7 минут 9 по Киеву. Ну и плюс час по Москве. Значит, у нас где-то 23 минуты будет между картами, друзья. Мы воспользуемся этим временем, чтобы сбегать в аптеку за валидолом. Вы же просто попейте чаечку, кофеечку. Ну и оставайтесь на нашем плеере-трансляции, на которой мы уже вернемся с матчем Fnatic Academy против Alternated X. Играешь в CS GO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОП. Ты точно знаешь, кто победит.